Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Этих слов не было. Нигде у апостолов так сказано. Христос говорит, вы думаете иметь, кто из нас думал иметь спасение через Слово Божие? Писание, это Ветхий Завет в то время был, другого не было. Это не Новый Завет еще был. Вы думаете иметь жизнь вечную, а кто ее не желает? Рад бы в рай. Да грехи, говорит, не пускают. А тут не грехи, а не знание Слова Божие. И поэтому к грехам относились так легкомысленные люди, что необходимо было начинать все сначала. Приходит учитель Израилев. Он живет за средства верующих. Хорошая характеристика у него, не обманывает никого. Пришел и хвалит Христа. Чудеса, какие ты делаешь, никто не может делать, если с ним не будет блога. А Господь говорит не об этом. Надо бы народиться свыше. Вот тогда ты увидишь, кто перед тобою. Как определить, что родился или не родился? Бывает ложная беременность. В житиях святых говорится. Все приготовилось, а на самом деле ничего нет. Лукавый может сделать очень многое. Сети наполняет рыбой, вытаскивает, не одно рыбину нету. Исследуйте, не считайте, а исследуйте. Одно место сравните с другим. Смотрите, какие события в мире, что исполнилось, что приближается. Ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. А о чем они говорят? А они, Писание, свидетельствуют о мне, о Христе. Все, священное Писание Ветхого Завета подготавливало людей. Там было много жертв. Ну, сейчас представьте, в одном доме колят пять баранов. В другом пять быков. Немного, но все-таки заметно было бы. Здесь сразу 120 тысяч приносятся в жертву. Вот Павел Таренский говорит, человеку трудно было даже поверить в это, что Богу нужны эти жертвы. Но они знали, священники приносят, доверялись им. Они показывали Писание, принеси жертву. Мы видим, Аурам приносит жертву. Пришел, нож поднял на сына, повеление было. Какое страшное испытание. Секунда одна бы Исаака не было. Исследуйте. Я вспоминаю свою жизнь. 23 года впервые я услышал, что есть Евангелие. Этого слова я не знал. А эти три года я уже себя помню, как сейчас. Уже молился. Я гляжу, вот он стоит, но не нуждается ничем. К нам гости приехали. Он всегда балуется, что-то делает, играет пальцами, показывает, сам себя долбит, стоит. Это одержимость бесовская. Мы в храме находимся, он не знает, родители не приучили. У него опыта нет этого, но и к нему это относится. А что он не знает, спросится со старших. Когда в последний раз сидели с детьми и читали Евангелие, а написано, каждый день. Да не отходит книга себе от уст твоих, но приучайся в ней. Не каждый день, а день и ночь. Да бы в точности исполнить. В точности, как предсказано, в субботу человек, ничего не знающего закона, а он был провозглашен. Может, далеко стоял. Письменного-то не было. Криком кричали. А эти речь шла о миллионах людей. До того, на колочке-то. Что он услышит? Ну, другому не передавали. Он, как всегда, пошел в этот день собирать хворост, готовить. Доложили, арестовали. Я представляю его, как он слушает, там сидит, где-то в сарае запертый. Что они взяли? Да дома же ребятишки голодные. Надо разогревать, варить. Он не знает ничего, что там делается. А наутро вдруг выводят его. Ему слова не дают сказать. Ты нарушил субботу. И ты должен умереть. Умереть? За что? Я защищал эту страну. Я люблю Бога. Я стараюсь исполнить все. Ты в субботу работал. Ты должен умереть. И его побили. Вместе с ним погибает жена, дети. Какой жестокий закон. Если бы мы не знали, кто дает его. Люди, которые считают, вот ваш еврейский Бог. Вот к чему он приучается. И они по-своему имеют якобы оправдание. А мы знаем, не еврейский. Еврей только открылся. Он вечный Бог. Единый. Новые религии будут возникать. Но они не будут даже близко подходить к тому, что говорит Священное Писание. Апостолы. Набранные из какого континдента? Петр, рыбак. Мы не знаем даже. Было у него образование какое или нет. И вот он пишет в первом послании Петра 1.11. Дух Христов предсказывает, когда открыться Христу. То есть о Христе речь идет. Во втором послании Петр пишет 1.9. Мы имеем вернейшее пророческое слово. Как светильник, сияющий в темном месте. Вы хорошо делаете, что к нему обращаетесь. Наши родственники лежат на кладбище на этом. Они умерли, не исследуя Писание. Они ничего не знали. Евангелия не было в этой деревне. Рядом в Кольщине одно только Евангелие было. Я узнал. У Баптистки. Но она дома держала. И никому она его, конечно, не показывала. А ведь умерло не 5, не 10 человек. Миллионы людей ушли. Мне положено это на сердце. И я просто вижу, что они умерли. И они ничего не знают о Христе. Где-то нарушали. Да подряд почти все нарушалось. Знали посты. А о Христе ничего не знали. А каписты знали, некоторые считали. А сколько капистов? 1173 каписта могло быть. Столько житий святых. У меня была толстая книга. Где-то я достал ее 70 капистов. Старобрядцы выманили у меня ее. Вторая была тоже. Дальше этого не шло. Мы должны запомнить два слова. Один человек в мире сказал. В мире есть одна книга Библия. И одна личность Христос. Сегодня священники, патриархи говорят. Я смотрел сегодня главный военный храм построенный. Это ужас какой-то. Как идет служба. Как строй идет. Офицеры громадина ужасная. Какие миллиарды туда заложили. И патриарх говорит. Я сижу, представляю. Я там даже на секунду не могу представить, что там верующие люди. Какие голоса подобрали. Как они говорят. О Христе ни слова. О Слове Божьем нет. Офицеры, генералу стоят. Главный храм вооруженных сил Российской Федерации. Да главный-то храм тело твое. А это мы можем, как про апостолов говорится, они ежедневно собирались по домам. Ежедневно. В Деяниях апостолов, 17 глава, считаем мы 11 стих. Здесь же были благомысленные фессалоникийские. Они ежедневно исследовали, так ли это. И когда увидели, что Мессия это Христос, они приняли его. У нас тут благомысленных людей-то не было ни одного, согласно этому слову. Они не исследовали. Я о Христе не слышал. Я знал посты. Я любил это. Все время мать об этом говорила. Я не делал, что делают другие. Она абсолютно точно знала. Я умру и пойду в ад. Меня никто не мог обмануть. Почему? Внутренний мой голос говорил. Я не рожден. Я не знаю священное писание. Теперь, слыша это, я вижу, как Господь наставлял народ свой. Вот мы считаем второзаконие 11 стих. 17.20. Бог дал закон. Впервые голос прозвучал. Люди слышали его. И написано. Напиши слова Господни на косяках дверей. И на воротах. То есть на дверях. А почему? Ну, остальное-то кожа. На что писать-то? Материал-то в пустыне какой был. Ну, где-то что-то доставали дерево-то. Косяки, это явное дело, что дерево. Напиши. У евреев было с собой, у нас вот такие маленькие коробочки. Они сегодня носят, они как фонарик вот бывают на голове. И там места писания, какие, наверное, человеку больше всего подходят. И воскрилиг это расширяет. Это хранилища какие были. Они что-то знали. И как они их учили? Считаем 1.12 Евангелия от Яна. Говорили, Мессия придет. Каждый ягненок, которого резали, приносили в жертву. Это о Христе речь шла. Каждый год Пасха Христова, 14-го Несаном. Ягненок о Христе говорил. Все о Христе говорило. И написано, пришел к своим. И свои не приняли. Как же не учили его? Я семинариста спрашиваю. Закончил московскую духовную семинарию. Я говорю, вы Библию-то изучаете? А зачем это нужно? Мы же не в аптисстве. Библию-то изучать-то. Я говорю, а почему написано, пришел к своим и свои не приняли? Ну не приняли. Ну почему не приняли, когда ждали? Они ожидали его. День и ночь. Детей учили этому. А пришел, не узнали. Они совершенно не таким его предсказывали. Он придет, свертит ненавистное римское владыщество. Мы будем слева-справа министрами. Видите, они просили у Христа этого. Нет, не так. Почему пропустили 53-ю главу пророка Исаии? Он изъязвлен был за грехи наши. Мучен за беззакония наши. Ранами его мы исцелились. Мы ни во что ставили его. А плеванный стоял перед нами. Он мыслит себя Богом. А говорил ли, что он Бог? Господь. На нас нападают иногда те, кто не верит. И говорят, Христос нигде не учил, что он Бог. Я говорю, а Евангелие от Иоанна, 13 глава, 13 стих. Иисус говорит, вы меня называете Господом. Я действительно тот. Он говорит, вы меня называете Господом. И далее. И хотели побить его, говоря, ты человек и делаешь себя равным Богу. Как бы они такое обвинение против него говорили, если бы он этого не говорил. То есть он прямо говорил, я и Отец одно. Фома говорит, Господь мой и Бог мой. Христос не сказал ему, как ты меня Богом называешь? Я не Бог. Нет. Он принял это поклонение. Псалом 118 и 105 стих. Слово твое, светильник, ноги моей и свет стезема. Я взял только некоторые малые места. Они как будто ни о чем не говорили. Вот мы считаем, что псалтырь. Псалтырь это инструмент, как гусли. Ну, по-нашему, более распространенная гитара. Он играл на них? А почему книга-то называется так? Потому что он пел. И играл на гуслях. Вот это, что у него? Псалтырь. Такая тоже, как гусли изогнутые. Он играл. Где он там? В пустыне был, показывает. Убегает, а с собой псалтырь несет. И вся книга так и названа. Псалтирь. Это музыкальный инструмент. А Бог для нас стучится через уши. Пытается иногда это изобразить картинами художники. Но это все воображение. Ну, на картину надо, опять же, языком говорить. Вера от слышания. А слышание от Слова Божия. Не просто говорить, а сослаться. Вот это потому. А это люди ничего не знают. Однажды мне пришлось быть в центральной картиной галереи Москвы. Третьяковская. И там есть вот такая комната. Ну, как вот, храм у нас. Отдельно. В нее дверь зашел и вышел. В эти же двери. Она только для себя как бы. Там иконный зал называлась. И я начал объяснять. Вот эта икона. Что означает. А там написано. Край неба. Это означает, говорят, откровение Иоанна, Богослова. Народ, который шел до этой комнаты доходили. Они набили. Плотой между нами никого нельзя было поставить. Быстро сообщили милиции. Милиция пришла. Что он там вам пропагандирует? Отвечают люди. Говорят. Он объясняет там, что на иконе изображено. Прекратить. Он им милиция не может подойти. Наконец, кое-как пробились. Вот так встали. Никого ко мне не подпускают. А со мной люди. Я им буду рассказывать. Надо рассказывать. А Евангелие, оно ясно словами говорится. Считай. Ребенок просит дома почитать или нет. Почитаем из книги. Какой? Божественной. Исследуйте Писание. Вот мы утром молимся. Всегда здесь. Как уж мы молимся. Бог знает. Полчаса уходит на молитву. И считаем Слово Божие. У нас есть. Столкование Блаженного Фефилакта. Немного. Но для размышления. Господь дает время. Вот мы считаем. Иоанна 14, 15. Вы можете запомнить? Евангелие от Иоанна 14, 15. Рядом здесь. Первая наивысшая заповедь. Люби Бога. Всему Богу. Всем сердцем. Всей душой. А люблю я его или нет? Ну я свежку зажигаю. Я прихожу. Милостыню подаю. Ну любим ли мы его? А Господь определяет одним. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Так народ-то, который умирал здесь, потеряет. Потеряет 200 уже с лишним лет. От основания. И ни одной Библии не было. И они ее не знали. И они не могли знать. Потому что Евангелия не было. Иоанн Златоуст говорит. Ты не считаешь. Но не считаешь. Потому что ее нет. Они не считали. А они считают. Ты не знаешь закон Божий. А не зная ты. По неволе его нарушаешь. А нарушая ты погибаешь. И все от того, что не считаешь. И все от того, что народу не дали слово Божие. А книги-то какие-то были. Какие-то народовольцы в Рашлурке распространяли. Народ, который здесь на кладбище лежит. Вот сейчас зайди. Если бы они разговаривали. И крикнуть. Кто из вас считал Евангелие? Кто знал заповедь первой любви Господа Бога? Соблюдать его заповеди, написанное в Евангелии. Мертвая тишина. Я не знаю, как вам. Я это все от воображения. Я вообразить не могу. Какой крик хочется издать. Что мы сделали? Что с нами сделали? Я в 23 года услышал от сектанта потереть и коград. Услышал где-то в Латвии. На море. На берег сошел. И Господь привел. Если бы не тот день 27 сентября 1962 года, 17.00. Меня бы давно не было на земле. И вас бы здесь не было. И потеряевки не было. Все связано с этим днем. Брат уверовал. Дальше семинария. Дальше мы пожелали братья восстанавливать. Все было бы по-другому в этом маленьком участке. А ведь это не только это. Вот у меня в интернете только, но ни день, ни два я там нахожусь. 50 с лишним миллионов просмотров. И когда люди видят, что в православии слово Божие звучит, надежда не потеряна. Мы сегодня об этом говорим. Исследуйте священное писание. Как ты не занятый. Я понимаю, в деревне много времени берет, оплотит, заботится. Но все равно выбери время. Назначь определенное время. Когда? Когда перед тем, как скотину пригоняют. Или утром, чтобы дети, внуки сидели за столом. Давайте начнем с пяти минут. Ну не так и много это будет. Если можешь достать крупную Библию. Ребенок умеет считать. Хорошо, притом считает. Пусть он считает. Пусть зрение ухватывает буквы. И скажем, вот это надо запомнить. Вот это надо прочитать. Исследуйте писание. Они нам говорят о Христе. Сегодня выступают митрополиты. Выступает здесь, в этом храме военном. Патриарх. Ни слова о Христе. Его там нету. Дом от отпускает, говорит Христос. И все будет разрушено. Я прошу это принять близко-близко. К этим людям, которые умыли. Которые с нами живут. И они могли быть другими. Вот ребенок он совершенно не знает, как себя вести. И родители не знают. А почему? Грех все победил. Да сегодня-то Евангелие-то у нас не две, не три. Мы в окрестностях раздали больше тридцати тысяч. Вообразите. Это на всю Россию не было столько. А мы-то кто такие? От Владивостока до Лиссабона прошли. Везде дарили. И люди не знают Писание. Не знают? Самые простые вопросы не могут разрешить. Ну как, вот Бог справедливый разве? Конечно. Ну а как так? Вот сосед ворует, все у него есть. А у меня работа и работа, и два и два конца с концами свожу, только чтобы, говорит, с головы помереть. Я советую тебе ответ найти. 72-й Псалом. Запомни. 72. Толковника были когда-то. Цифра 72. И он говорит, я не разумел. Как скот, был я перед тобой как скот, как бык. Как козел. Я не знал, доколе не вошел в храм Божий. В святилище и не разумел конца этих людей. Ты поставил их безбожников на скользких путях. Как внезапно они пришли в разорение. Погибли от ужасов. Благо мне приближаться к Господу. И он говорит, как они люди живут. Какие они жирные. Глаза выкатились от жира. Дети рядом прыгают. Они всем довольны. И сходят в могилу, не зная о Боге. В 72-й Псалом он тебя поддержит. Не завидуй, не счастливуй. В конец их внезапный и страшный будет. Милостью Божию нам открылся Господь. У нас не на дверях, а над дверями везде Слово Божие звучит. У нас много об этом рассуждают сегодня люди, которые близко знакомы с нами. Приезжают к нам. Вот 12-го через неделю будет крещение. Эти люди все познакомились через интернет. Это сеть. Мировая сеть, которая захватила рыбу. Сделаю вас рыбаками. Где-то что-то можем не знать, а здесь уже непременно мы должны знать. Вот Деяния считают. Написано 8.32. Емлух едет из Иерусалима. А раб, по-нашему сказать, считает. Господь посылает проповедника, диакона Филиппа. Он идет мимо. А тот, видимо, его не видит. Колесницы. Колеса, конечно, не резиновые. На всех камушках скачет. Иерусалима считает пророка Исаия. Не понимая. И он считает. Златого сетом особенно удивляется. Толкования нет. И он его спрашивает. Ты, а ты понимаешь, что считаешь? А он не кто-то, а главный банкир страны. И приезжал на поклонение. Как он уверовал. Это же история целая. Мы ничего не знаем. Он говорит, а как я не разумею, если не разъяснит кто. Попросил. Зайди сюда. Поехали вместе. И он стал говорить о Христе. А о ком говорит Исаия? Он говорит о Христе. Он недавно был здесь. Я его видел. Он распят был. И надо принять святое крещение. Едут мимо. Тут озеро наше. Дамку сделали. Как он сразу спрашивает. А что мешает мне препятствовать крестить? Он говорит, если веруешь. Верую. И написано. Оба сошли в воду. Он не стал ладошкой брызгать сегодняшние попы. А оба сошли в воду. Как у нас батюшка сходит. И дальше он поехал радуясь. А Филипп ангел восхитил. И все. Проповедник пошел в другом месте. По воздуху летали. Вот это левитация. Итак. Исследуйте Писание. Задавайте вопросы, пока есть такая возможность. Мне каждый день задают вопросы. И вопросов много. И очень важные. Вот говорит сегодня один. Видно, что человек ищет. Христос сказал крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа. И дальше нигде в Писании не поминается так. Крестился во имя Господа Иисуса Христа. А почему не во имя Отца и Сына и Святого Духа? Я вот тогда отвечаю по Писанию. Ответ. Вон как. И ответ человеку по Священному Писанию особенно касается тогда, когда ты сам веришь и знаешь это. Таких ответов у меня только в интернете 4124. Тысячи! Так я-то не имею никакого образования. Просто я люблю Господа. Я скольблю об этих, которые умерли. Прости меня, Господа, но я молюсь за них. Господи, они невиновны. Евангелие не печатали. Впервые напечатали Библию на русском языке в 1876 году. И мои родители, деды умерли, они не знали. Господи, что можно сделать? Прости их. Прими их в обители вечные. Тебе, Господи, слава за все. Аминь. Аминь.